Название лекции вас смущать не должно, потому что я больше всего боялся, как бы не подумали, что я говорю о провинциальном авангарде, авангарде какого-то второго, третьего, пятого ряда. Нет, даже вот эта фотография, которая сейчас перед вами, подтверждает, что речь идет про самые знаменитые имена и, с другой стороны, про людей, о которых знают очень мало, но которые достойны того, чтобы память о них сохранялась. Я несколько слов хочу сказать про самую выставку, к которой приурочена лекция. Я думаю, это потрясающая акция, которую, по крайней мере, специалисты невероятно долго ждали, которая произвела неизгладимое впечатление. И я думаю, что каждый, кто на этой выставке был, сразу почувствовал, что авангард – это не какая-то стихийная лавина, которая движется и сметает все на своем пути, а системное, логичное мышлении многих художников, которые отстаивают какие-то существенные принципы искусства. Мне кажется, что в таком ощущении авангарда, как сообщества, движения, живописцев, графиков, скульпторов, аналитиков – главный пафос сегодняшнего моего выступления. Каким образом моя тема соотносится с темой МЖК? Ну, наверное, вот очень странное ощущение. Это к разговору о том, как можно по-разному трактовать тему МЖК. С одной стороны, это великолепно, что тема подана как феномен. То есть мы впервые поняли, что такое Московский музей живописной культуры. С другой стороны, понятно, что такого рода акция, такого рода институция не могла существовать вне других институций. То есть это совершенно очевидно, что она для кого-то создавалась с определенной целью. Кто были зрители? Кем была востребована эта культура? Кто реагировал на посылы авангардистов? Так вот, для меня все пространство выставки по большому счету делится на профессоров, мастеров государственных свободных художественных мастерских, их учеников, подмастерьев государственных свободных художественных мастерских, которые существовали как система в урском пространстве, были точно так же, как и МЖК, затеяны художниками, реализованы художниками как институция. Вот это главный посыл. Вокруг государственных свободных художественных мастерских по всей России создавались коллективы внутри, вокруг, создавались коллективы, создавались группировки, сотрудничающие друг с другом, сопротивляющиеся друг другу. То есть было создано пространство художественной культуры советской России. Тут надо заметить, что мы говорим про самое страшное время в истории России. То есть мы говорим, по крайней мере, про 18-й, 19-й, 20-й, 21-й. Это война. Это вся Россия в огне гражданской войны. Это голод, это эпидемии. 18-й, 19-й годы в столицах – это невероятное бедствие. И вообще-то говоря, не верится, что что-то серьезное, принципиальное может возникать вот в такой обстановке. Но однако все феномены, о которых мы сегодня рассуждаем, возникли в такой обстановке. И более того, могли существовать только в этой обстановке. Как только эпоха военного коммунизма в стране завершилась, так или иначе была свернута вся программа. Вот когда я занимаюсь ранним советским авангардом, на меня самое большое впечатление производит то, что это, во-первых, свободные акции художников, их воля и их представление о том, что такое и как должно выглядеть искусство. Ну, всем известен посыл о том, что вот авангардисты на короткое время оказались у власти. То есть они заняли руководящие посты в наркомпросе, точнее, в отделе ИЗО наркомпроса, руководимым Давидом Штыренбергом. Но это ведь тоже ничего не объясняет, потому что это очень тонкие и интересные рассуждения. А какое место у них было во власти? Что они привнесли во власть? Как они распорядились этой властью? Вот это вот рассуждение «красное» или «не красное», «белое» в данном случае не подходит. Это действительно очень сложная проблема, которая, может быть, раскроется по мере того, как мы будем рассуждать о теме. Итак, речь идет о том, что музей живописной культуры существует в пространстве молодой Советской Республики, которая утверждает новую культуру и отстаивает идею, то есть, по крайней мере, отдел ИЗО наркомпроса отстаивает идею свободных художественных мастерских. Это перед вами первое объявление о том, что такие мастерские открываются. И тут сразу парадокс. Во-первых, чтобы они открылись, надо было закрыть институции, которые существовали до этого. В Санкт-Петербурге была закрыта Академия художеств. В Москве прекратили существование Строгановское училище и училище живописи военноизучества. Подчеркиваю, важная составляющая идеи авангардистов у власти – это противопоставление себя академизму, отжившему такой шелухе на искусстве. Никакой традиции в искусстве авангард не сопротивлялся. Первые тексты Штеренберга, а я подчеркиваю, очень важно говорить про конкретные периоды истории развития реформы ГСХМ в России. Первые тексты Штеренберга полны рассуждениями о Джотто и Рембрандте, о Сезанне естественно, о Пикассо и так далее. То есть это была очень принципиальная позиция, на самом деле, которую еще нужно постараться понять. Вторая тема. Вот сейчас вы видите на экране текст Штеренберга, который я зачитаю. Он тоже парадоксален. Искусство безграничное и неопределенно. Обучаться ему невозможно. Единственное, что возможно, это бесплатно представить нуждающимся и желающим изучать художественное мастерство государственные свободные мастерские. То есть место в государство должно предоставить возможность желающим. Только такие мастерские могут дать ученикам все для того, чтобы научиться писать, как это умели в эпоху Возрождения, когда каждый художник с детства изучал все приемы мастерства у своего учителя, начиная с растирания красок и кончая участием в работах писания картин. Руководителю надо работать вместе с учениками. И теперь вновь молодые художественные силы, очутившись в свободных мастерских, могут сами научиться понять красоту материала, чтобы потом хорошо организовать это дело. Красота материала – это уже посыл МЖК «Прямой». То есть и ту, и другую институты создают одни и те же люди. Одни и те же люди. То есть когда они создают свободные мастерские, они думают об МЖК. А мастерские свободные. Вот здесь слова «государственные» нет. Невозможно быть независимым государством, свободе от государства, и быть одновременно государственной институцией. Но это даже не приходит на ум этим новаторам. Даже не приходит на ум. Они уверены, что только так и будет. То есть искусство свободно в новом государстве. И государство предоставляет для этого искусства все возможности для развития. При этом война, голод, эпидемия и т.д. На самом деле вторая тема, о которой Штеренберг не говорит, но очевидно предполагает, это, конечно, бытование европейских свободных академий, которые и предполагали, вот примерно такой посыл, невозможно научить, но можно выучиться. То есть если у тебя есть авторитетный мастер, которому ты следуешь, то ты как-нибудь выучишься искусству. И у тебя свои интересы, и ты ни в коем случае не ученик, а свободный художник, который развивается в искусстве, и твой эксперимент, собственно, и есть твой процесс работы. Перед вами главные личности отдела из зоны Аркомпроса. Видно, что это великие художники в своем большинстве, или теоретики. Ну вот здесь вот Осип Брик и Николай Пунин. Первые два ряда вы, наверное, узнаете легко, последний ряд, может быть, вы знаете и не все. Но это ведущие деятели реформы, о которых я и собираюсь говорить. Штеренберг. Все-таки необходимо поговорить о человеке, который стоит у руля в этом процессе. Хотя еще раз повторяю, это самый ранний этап советской власти, и советские власти, по большому счету, не до этого. Они существуют только потому, что советские власти не до них. У советской власти другие проблемы, а они поддерживают, они попутчики, они не саботируют эту власть, и это большое достижение для тогдашней власти, для наркомпроса. Я так понимаю, что Луначарский потому и выбрал своего знакомого парического Штеренберга, что видел в нем вот эту возможность. И еще одна важнейшая тема. Вот посмотрите, пожалуйста, Штеренберг, яркий представитель парической школы, привнесший свое понимание, вот это вот парическое, если угодно, понимание ценностей искусства в художественной жизни России, занимается, руководя в наркомпросе отделом ИЗО, камерной живописью. Он мастер натюрмортов в это время, по крайней мере. Примеры его ранних натюрмортов перед вами, вот в верхнем ряду. Это формальные вещи, это далеко не радикальный авангард, как вы понимаете, но это вот такая вот аккумулирующая фигура, которая одновременно является одним из главных теоретиков процесса. То есть он теоретизирует, теоретизирует очень жестко. И еще одно важное обстоятельство, которое надо все-таки сказать отдельно. Они оказались готовы предлагать стране свои серьезные инновации, то есть у них был некоторый план действий, или если не план, то убеждения определенные, которые они пытались реализовывать вот в том свободном пространстве, которое перед ними открылось. Перед вами еще одно подразделение наркомпроса. Это подотдел или секция в отделе ИЗО, которая непосредственно ведает организации свободных художественных мастерских. Это такой триумвират. И, как вы видите, это все художники. И все, опять-таки, участники нашей выставки, нашего пространства МЖК. Это Алексей Моргунов, Илья Машков, Александр Иванов. То есть, мне кажется, эти четыре фамилии надо упоминать, когда мы рассуждаем про раннюю эпоху ГСХМ. Вот эта идея абсолютной свободы для художника давлеет, и эти авторы ее отстаивают в это время. Надо подчеркнуть, что вот авторы, которых вы наблюдаете в первых залах, представители бубнового валета, соответственно, Лентулов и Машков, возглавляют вот эти вот новые реформированные учебные заведения. Соответственно, Лентулов первые, ГСХМ московские, соответственно, это Строгановка, и Машков начальствует над вторыми ГСХМ. Училищем живописи, военно-изучества. Первым, как и положено, предполагается более такой технический уклон, промышленный, если угодно, художественно-промышленный. Вторые мастерские предполагают, что они более, как бы сказать, Станковистские. Третье имя, которое вы, может быть, и не знаете, но этот человек тоже участник выставки, его вещи в МЖК присутствуют, это Александр Иванов. Вот первые два автора, Триумвирата, Моргунов и Машков, очень быстро покидают посты, и Александр Иванов оказывается единственным руководителем школьного подотдела и, собственно говоря, осуществляет реформу единолично. Естественно, насколько можно было это себе позволять в его условиях. Я хочу показать вам, не особенно комментируя, такие знаковые примеры искусства первых и вторых ГСХМ, чтобы вы почувствовали направленность работы. Это работы подмастерьев, это работы, выполненные в данном случае в мастерской Казимира Малевича, это ранние вещи Ивана Кудряшова, это рукописный журнал, который издавали подмастерье Малевича во вторых ГСХМ, но называется он, как видите, этот журнал, он говорит от имени всех ГСХМ, то есть это такое братание первых и вторых ГСХМ. Это тексты, которые молодые ученики Малевича пишут в этом журнале, и это еще более удивительное обстоятельство. На рукописный журнал подмастерьев выходит печатная рецензия в одном из журналов подведомственных наркомпросов. То есть о рукописном журнале, который существует в одном экземпляре, наркомпрос пишет как о достижении. Еще более удивительно, что вот этот единственный экземпляр рукописного журнала сохранился до наших дней, был как бы обретен, выявлен, если угодно, Андреем Меченом Соробьяновым в Париже буквально полтора года назад. И специалисты знали о существовании этого журнала и писали о его содержании. А самый журнал был обнаружен совсем недавно и был большим потрясением для той небольшой когорты специалистов, которые на самом деле интересуются и изучают этот период. Но это действительно во многом важнейший документ, потому что в нем впервые сформулирована, например, тема организации художников как некоторой партии, такого локомотива, который под флагом супрематизма, то есть участвует в журнале «Малевич», под флагом супрематизма должен развивать искусство в пространстве всей страны. Никакого, подчеркиваю, обособленного пространства искусства тогда не существует. Наркомпрос, народный комиссариат просвещения, образование – это главная функция наркомпроса, и внутри этого института отдел ИЗО ведает искусством. И, соответственно, в его функции входит и музейная часть проблемы, и выставочная часть проблемы, и преподавательская часть проблемы. То есть все воспринимается как некоторая целостность, не членится на составляющие. Я хочу предъявить вам вещь, которую вы, если видели выставку, конечно, помните, она находится в одном из последних залов. Это еще один образец искусства ранних ГСХМ московских. Это вещь Самуила Адлеванкина, кубистская. Точно не установлено, в какой мастерской Адлеванкин в это время работает, но сам он всегда говорит, что он ученик Татлина по первым ГСХМ. Почему я показываю вам вещи московских мастерских? Это я делаю потому, что подмастерья, которые оказались в этих пространствах в 19-20-м годах и стали главной силой, которая действовала в пространстве России в 20-м, 21-м, 22-м годах. Даже те имена, о которых я уже сказал, Иван Кудряшов, Самуил Адлеванкин, это, в общем-то, имена большие. Это художники далеко не второго ряда. И понять, как они развивались и как они двигались в пространстве своего эксперимента, а эксперимент и движение внутри эксперимента, это и есть их главный посыл. То есть это идея авангарда. Вот мне кажется, важно. Насколько эта живопись хороша, можно убедиться по этой конкретной картине на выставке. Это тоже подмастерия, причем даже одни и те же люди. Вот здесь в качестве подмастерьев Татлина представлены те самые два художника, Шапира и Мерзон, которые являются авторами рукописного журнала. То есть они переходят от мастера к мастеру. Но в данном случае переход состоялся уже после отъезда Казимира Малевича в Витебск. Казимир Малевич – самый знаменитый и всем им известный пример вот такого вот миссионерства. «Он покидает Москву и отправляется в Витебск, чтобы работать на фронте провинции». Цитата из Малевича. «На фронте провинции». Все разговоры про то, что они там едут в провинцию, чтобы отъедаться, не выдерживают критики. Во-первых, там также голодно, а во-вторых, они там заняты искусством. Они везде заняты искусством. Это удивительно, но они заняты искусством. Нельзя поэтому говорить про какую-то педагогику и не говорить про искусство. Самое красивое, что осталось от авангарда этой эпохи – это их искусство. И только поэтому и стоит рассуждать, пытаться разобраться в том, что такое первые годы советской власти в искусстве. Вот я показываю схему, которая, как мне представляется, весьма наглядно демонстрирует структуру того, как существовали, что вообще не может быть, но существовали государственные свободные художественные мастерские в провинции. Первые мастерские в провинции появляются еще в 1918 году. Там происходят страшные вещи. Например, в Воронеже мастерские открывают Боева, тут же входят туда белые, она уходит оттуда. В общем, это очень сложная процедура. Расцвет провинциальных мастерских – это 1919 год, примерно начало года, когда это миссионерство становится массовым. Вообще я хочу подчеркнуть, что период интересен тем, что авангард перестал быть маргинальным явлением. То есть, ранний советский авангард – это массовое явление. Ну, конечно, нельзя говорить про то, что это такие стройные ряды авангардистов, которые реформируют Россию, но это все-таки коллективы, группы, которые существуют по всей России и еще и связаны друг с другом. Они не рвут контактов не с учителями, не с соратниками по учебе. Они контактируют друг с другом. Это связанное пространство. И еще – это постоянные контакты с наркомпросом. То есть, это именно система, а не самодеятельность какой-то группы людей. И я хочу для того, чтобы вы почувствовали все-таки атмосферу этой работы. Ну, то есть, высоту искусства можно почувствовать, потому что она представлена на выставке, и, по-моему, уже ничего объяснять по этому поводу не надо, о высоте. А вот это вот Оренбургская реальность 2020 года. И вот почему-то на большом экране, наверное, вы видите вот эту вот гигантскую лужу. И этот вот странный быт. Это, конечно, были фанатики. Никаких сомнений тут нет. Это были фанатично настроенные люди, которые верили, абсолютно верили в свою миссию и искренне старались реформировать жизнь своим искусством. Я говорю удивительные вещи, но вот это вот, уж простите, некоторый результат исследовательской работы. Я уверен, что это вот именно вот такое вот фанатичное в чем-то даже не в чем-то, во всем подвижническое движение. Это руководители этой работы. Это школьный отдел наркомпроса. И вот среди авторов, которые здесь представлены, это все художники. Пожалуй, труднее всех охарактеризовать искусство Хараковского Владимира, человека, который жил долго, дожил до времени, когда об авангарде вспомнили и даже был оформителем первых каталогов искусства авангарда. каталог Третьяковской галереи 1967 года, оформленный именно Хараковским. Ранних вещей Хараковского нет. Он их уничтожил, как многие эти художники поступали со своими ранними вещами. Он был невероятной красоты живописец. Поздние его вещи об этом свидетельствуют. Все остальные авторы, которые здесь представлены в школьном отделе, это очень занятные тезисы Александра Иванова, которые характеризуют новый этап. И я должен говорить про то, что мы договорились, что мастерские начались в 2019 году. массово. В 2018 году были первые жесты такого рода, почти вплошь неудачные, потому что они начинали свою работу с тех пространств в провинции, которые имели базу. Например, они пытались работать в Пензенском художественном училище, в в Саратове, в Саратове, И, в общем-то, это не получалось. Они очень быстро поняли, что их задача организовывать новые пространства. Еще несколько слов я хочу сказать про других авторов. Вот, например, Киселев, это тоже участник выставки МЖК, он представлен в предпоследнем зале перед фотографиями. Это большой, серьезный автор, и я не мог долго понять, почему он представлен так странно в пространстве МЖК. Он работал вместе с Маяковским, делал мистерию Буф, вместе с Ивановым подписал проект реформы очередной мастерских, но на выставке он представлен маленькой странной дощечкой, которая имитирует какое-то выжигание, такой пейзаж с церковью. Он работал в мастерии, мастерских мастерских, я этого не знал. То есть попытка адаптировать искусство к всякого рода промыслам, она характерна для них также. Мы на эту тему еще поговорим. Авторы, которых вы видите внизу, Владимир Роскин и Яков Пайн, это люди, которые находятся, я бы сказал, растут под влиянием Штеренберга и Александра Иванова. Но вот поскольку об Александре Иванове вообще знают мало, я бы хотел несколько слов сказать все-таки об этой фигуре. Без него не получается говорить про эпоху, его надо исследовать внимательно. На выставке я впервые сам увидел вот этот пейзаж, единственный мне известный пейзаж Иванова, он небольшой совсем, и я был совершенно потрясен тем, что я наблюдаю. Вещь была на выставке в Берлине, скорее всего, это так и есть. Иванов был учеником школы Званцевой, он учился у Петрова Воткина, работал с Петровым Воткиным в соборе Кронштадтском морском. Сохранились росписи, когда про них говорят, как про росписи Петрова Воткина, это не совсем так, потому что известны письма Иванова о том, что Вещер делает он под влиянием и рядом с Мэтром. Я считаю этого автора великим русским художником. Я пытаюсь показать его вещи, которые, на мой взгляд, нельзя сопоставлять, это, по-моему, видно даже, нельзя сопоставлять с вещами его начальника непосредственно Штеренберг, как это часто делается, потому что видно, что наполнение этих вещей совершенно другое. Иванову не повезло с фамилией, Иванову не повезло с именем. Одна из центральных фигур реформы абсолютно забыта, такое часто бывает. Это системный художник, отличающийся невероятным постоянством, то есть когда о нем вспоминают в связи со школой Иванцевой, примерно так и описывают эти вещи, они, может быть, не сохранились, но вот это был такой вот методичный экспериментатор с пространством, ну и, пожалуй, мне вспоминается в связи с его работой прежде всего ДРН и примитивы. Вот такой вот странный автор, по-моему, невероятно логичный, опять-таки, системно мыслящий, и вот мне кажется, вот вещи, которые я вам продемонстрировал и в варианте Штеренберга, и в варианте Иванова они доказывают, что у власти в истоке реформы стояли очень серьезные мастера, думающие художники и экспериментаторы. Может быть, они никогда не становились радикалами, но эксперимент от этого, их эксперимент от этого не становится меньше. Таблица называется «Основный региональный центр русского художественного ангарда». Ну, я называю здесь только главные пространства. На самом деле, если мы начинаем говорить про все, то этот список не кончится никогда. И он, в общем-то, имеет смысл только, если понятно более или менее, чем художники занимаются в это время в конкретном месте. Вот я привожу те пространства, про которые более-менее понятно, чем в ту или иную эпоху, в тот или иной период художники занимаются. Удачи, неудачи, те или иные варианты решения, переходы в разные лагеря, там все было, но все это время художники были заняты именно искусством, я это подчеркиваю. Вот когда я говорю про фанатиков, вот самый известный, пожалуй, региональный центр авангарда Витебск, вот этот известный снимок, хрестоматийный снимок, запечатлевший Казимира Малевича и экскурсию, это называлось так, экскурсию Витебского унависа в Москву, вот вы наблюдаете, это железная дорога, это Витебск, это они уезжают в Москву, Малевич указывает, куда они едут, там надпись, значит, что они едут на конференцию свободных художественных мастерских в Москву, это из одного вагона снимают, а на противоположной стороне рельефа другой вагон, и вот эта вся толпа, 70 человек, это вот массовость, это невероятный энтузиазм этих людей, тут можно долго показывать, и тогда тут откроется, что все это очень большие художники и слава отечественного искусства. Я несколько слов хочу сказать про конференцию, на которой оказалась, которую организовал школьный подотдел, которая была проведена в Москве, 2-го 9-го июня, вот в этом каталоге, это еще одна связь, которую, видимо, надо все-таки подчеркнуть, написано, что 10-е июня 20-го года МЖК впервые открыт для публики. Как всегда бывает, еще одно открытие было 9-го числа. музей 9-го 9-го числа музей открылся для участников конференции, 30 коллективов из провинции сей, Москвы. Экскурсию по МЖК водил Кандинский. Вот, собственно говоря, вот таким образом комплекс представляет. И создавался этот музей, конечно, как методический музей для ГСХМ. Прежде всего. Когда мы говорим, что вещи рассылаются через музейное бюро по провинциям, то надо понимать, что они рассылаются не в никуда. Они высылаются по адресам вот этих самых государственных свободных художественных мастерских, как методические музеи при мастерских. Существуют. Практически вот все, что мы имеем в провинции сегодня, это вот результат вот этой вот деятельности авангарда. Я хочу все-таки, поскольку мы говорим про миссионерство, я хочу показать вам еще один меня почти парализующий маршрут. Это маршрут Казимира Малевича и Лисицкого из Витебска западной границы России через Смоленск Москву, где происходит конференция, вот куда они едут, Самару, Бузулук, Варенбург, на восточную окраину республики. Это месяц тряски в кифозных вагонах и едет Малевич и в Москву на конференцию. Вот вы видели, как он туда едет. Я, пожалуй, даже вернусь за своясь. Это апостол. У них у всех еще на рукавах черные квадраты. Это апостол веры и его церковь. А потом из Москвы отправляется в Оренбург, в ГСХМ. Едет он с целью утверждения нового искусства и той группы, которая впервые была осмысленно, осознанно на страницах того рукописного журнала, о котором я вам говорил. И реализованы в Витебске. Сейчас он едет в Оренбург потому, что там работает его ученик Иван Кудряшов. И он едет в Оренбург утверждать уновисы. По дороге проповедую. Это мандаты Ивану Кудряшову, Казимиру Малевичу и жене Кудряшова Надежде Тимофеевой. Кстати, обратите внимание, там резолюция Иванова на каждой этой бумажке. Это клочки бумажки. Атон, да, это руководитель уполномоченный Оренбургских мастерских истребует Малевича, Кудряшову Кудряшову и Тимофееву в Оренбург в качестве руководителей мастерских. То, что вот эти бумажки сохранились, тоже просто не может быть. Это Малевич и Лисицкий в Москве перед отъездом в Оренбург, а рядом уже афиша лекции Малевича. Это уже Оренбург. 25 июля 20-го года. Вот Александр Семенов Шацкий утверждает, что, собственно говоря, вся педагогика Малевича представляла собой череду таких лекций, выступлений, проповедей. Лист о лекции Малевича тоже, мне кажется, чудом. Оренбургская лекция Малевича сохранился в коллекции Костаке. Вот эта фотография, запечатлевшая Казимир Северинович Лисицкого, Ивана Кудряшова, Сергея Богданова, Сергея Калмыкова, Александру Платоновну, Петрову в Оренбурге была обнаружена среди бумаг Сергея Калмыкова. На самом деле это маленький-маленький листочек. Гораздо меньше смарочку. И я, когда его обнаружил, очень радовался, потому что я впервые увидел героев, которых что-то пытался узнать, но никогда даже не знал, как они выглядели в эти пары. Еще одна фотография, которую на самом деле удалось объяснить только благодаря предыдущей находке, потому что фотография трактовалась всегда как фотография, запечатлевшая Малевича и Лисицкого в Смоленске. На самом деле это оренбургские люди, та же группа, и даже известно, когда, 15 августа 20-го года, Малевич в это время в Оренбурге уже 20 дней. И еще раз повторяю, заняты они исключительно искусством. Они делают следующие движения. Они делают революцию в Оренбурге, в Оренбургских ГСХМ, они устраняют одного руководителя, ставят на его место другого руководителя, делают оренбургские мастерские так же точно, как витебские мастерские унависом, то есть для них все оренбургские мастерские целиком, я этому никак не мог поверить, я думал, что это все-таки какая-то самодеятельность отдельных личностей, я подозревал, что супрематистам строго говоря, Малевич считает в Оренбурге только Кудряшова. Нет, нет, известен документ, который характеризует мастерские после того, как то, прямо сразу после того, как Малевич и Лисицкий покидают Оренбург, это пространство, которое работает на супрематизм. Другое дело, что эта история продолжалась недолго, и действительно потом в течение года Кудряшов занимался работой со своими подмастерьями практически в гордом одиночестве, но в течение всего года активизировались контакты Витебского Унависа и Оренбургского филиала. Пространство годы, дистанции огромного размера. Работы Лисицкого с Кудряшовым вверху контрельеф Кудряшова и импровизации Лисицкого, который, я так понимаю, настраивает, перестраивает, переструктурирует вещи своего оренбургского единомышленника. Уникальная фотография Оренбургской выставки 21-го года, на которой представлены три проекта Творкома Оренбургского Унависа. Тимофеева, Кудряшов, Сергей Калмыков. Это документы, которые были изданы в Оренбурге к открытию выставки. Фрагменты картин, которые мы не знаем, которые нам известны только по фотографии. Замечательный проект, который вы не увидите на выставке, но который присутствует в постоянной экспозиции Третьяковской галерей и связан с росписью Оренбургского театра, разработанный Кудряшовым в 20-м году. Но я бы не хотел, чтобы про Оренбургские мастерские возникло ощущение, что это только Супрематисты и Кудряшов, потому что остальные художники, которые представляют этот коллектив, не менее замечательны. Это выдающиеся, я считаю, миссионеры ГСХМ в провинции. Вот здесь вы видите их лица, читаете их фамилии. Может быть, они не так хорошо известны, но это выдающиеся художники. Это скульптор Беатриса Сандомирская. Здесь представленная своего рода реконструкция ее раннего творчества примерно с 1920 по 1925 годы. Потому что это еще один пример того, что всю свою кубистскую раннюю скульптуру Сандомирская уничтожила. Частью это вещи несомненные в центре, это до некоторой степени реконструкция, то есть рассуждение про то, что скорее всего это или сама Сандомирская по материалу, по технике исполнения, по подходам, или это работа подмастерья ее мастерской, причем подчеркиваю, это именно Оренбургская мастерская. Это вещи Сергея Богданова, выдающегося русского живописца, ученика Кончаловского, который руководил Оренбургскими мастерскими после Сандомирской, то есть он ее и выгнал, чтобы это все не выглядело радужно с поста руководителя. Вот картина с обнаженной перед зеркалом, кстати, обратите внимание, это классический сюжет, обнаженной перед зеркалом, сначала я знал по описанию, то есть существует описание этой работы ругательное, все рецензии на работу авангардиста в провинции ругательные, все как одна, то есть их все ругали, но описана вещь достаточно детально, и вот по описанию я эту работу знал, а потом вот внукусе мы ее увидели, она сохранилась, это несомненно оренбургская вещь, и мне кажется, это вот еще один незаслуженно забытый художник, замечательный живописец, мне хочется эту тему подчеркнуть, замечательная живопись, кстати говоря, вот в качестве натурщицы вот этих вещей, вот эта вот русоволосая молодая дама, это Александра Платонна Петрова, которая 18 лет в Оренбурге, профессор к 20-му году мастерских, а потом, вернувшись в 21-м тире втором годах там, она уже опять учащаяся уже в Хутемасе. Важнейшая тема, вот может быть даже для самих подмастерьев, это я сейчас цитирую Владимира Костина. Переход от ГСХМ к Футемасу и не был заметен, но вообще-то говоря, дистанция огромного размера, и никогда нельзя рассматривать ГСХМ как некоторое начало, не совсем удачное начало Футемаса. Это просто отдельный самостоятельный период истории русского искусства, отличающийся кардинально, потому что вот эта свобода, независимость и инициативы художнические, которые им удается проводить в свободе, то есть это уникальный случай абсолютной свободы художественной, свободы для искусства, которую еще поискать и попримерить. Футемас это классический во многом институт авангарда, такой академизированный авангард с программами, с логикой преподавания и вот посмотрите, какую гигантскую дистанцию проходит реформа буквально с 19-го по 20-й годы, 20-22-й как бы. Дело в том, что даже вот этот короткий период, его тоже можно почленить, начальные мастерские, свободные художественные мастерские, это примерно до 20-го года и там доминирует как идея индивидуальные мастерские, индивидуализация мастерских, то есть мастер целиком вершит судьбу мастерской, то есть его воля определяет направление работы всех подмастерьев и эту тему Штеренберг поддерживает, вот та цитата, которую я приводил, это как раз свидетельство того, что Штеренберг поддерживает эту идею абсолютной свободы искусства. Уже к концу 19-го года возникают сомнения, потому что государство начинает давить, Маркомпрос интересуется тем, чем занимаются художники, к конференции учащихся 20-го года, то есть к открытию МЖК идея системы уже доминирует. Мастерские уже не свободные, государственные, а государственные свободные, а столичные мастерские и вовсе реформируются во Футемас. То есть в провинции мастерские существуют до 22-го года включительно, хотя уже следуют за программой Футемаса, то есть как бы двигаются в хвосте у Футемаса все-таки, а до этого они просто диктовали волю, то есть главная сила реформы до 20-го года это, конечно, в провинции, это, конечно, мастерские провинции. Про ранний Футемаса, про его становление тоже можно говорить достаточно детально. Это тоже очень сложная система, которую нельзя так объяснить, вот она взяла и ниоткуда появилась. Нет, это тоже определенный путь. Еще несколько проектов оренбургских людей. Это большой абстрактивистский проект Сергея Калмыкова, вот он на фотографии ближе ко мне, начиная вот с этой большой картины с точкой и линии супрематической. Но далеко не все вещи Калмыкова супрематические, он просто в этот момент жестко противопоставляет себя и Кудряшову, и Малевичу. Вот это вот его супрематизм. вот вы здесь видите маленькую ксилографию цветную Калмыкова, которую удалось обнаружить в архиве Алматы. Его же живописная вещь висит в экспозиции Алматинского музея, но до недавнего времени приписывалась Чашнику. Это, кстати, единственный известный мне случай, когда художник общается с Малевичем вот только во время его пребывания в Оренбурге и вместе с тем транслирует достаточно адекватно, убедительно супрематическую концепцию. А вот это проект, который Калмыков противопоставляет. Заумный, конечно, проект, который Калмыков противопоставляет супрематизму, он считает, что это еще более универсальный и минималистичный вид искусства. Он называет эти работы математической живописью. Фантазирует он о пространстве времени Генриха Минковского, но на практике этот его подход означает такое методическое выстраивание всех геометрических форм вплоть до супрематических. Внизу, рядом со мной видите альбомы Калмыкова, которые объясняют эту его концепцию. Живописный вариант это единственная уцелевшая работа в этом стиле, если угодно. А вот это, по-моему, замечательное, между прочим, до сих пор неопубликованное акварели Калмыкова, которые являются таким вариантом развития рассуждений о построении абстрактных форм на плоскости и в пространстве. Они тоже вычерчены, все эти вещи. Это акварели. небольшого размера. Тексты Калмыковские тоже весьма интересны. Это работы Василия Вениминьевича Хвостенко, которые присутствуют в собрании Музея живописной культуры. Но показываю я вам работы этого художника для того, ох, она, по-моему, перевернулась неизвестно в каком смысле, но я вот так вам покажу. Я вам показываю, чем он занимался, собственно говоря, вот в 20-21 годах. Он в это время служит в составе команды знаменитого, по крайней мере, одного из самых известных поездов агитационных советских Красный Восток. Поезд этот курсирует от Оренбурга в Туркестан и по Туркестану вслед за фронтом. и два художника Николай Шалимов и Василий Хвостенко заняты изготовлением деревянных кукол, ставят кукольные спектакли. И куклы эти уцелевшие, сохранившиеся, представленные в коллекции музея Сергея Образцова, на мой взгляд, являются собой образцы замечательной футуристической русской скульптуры начала 20-х годов. Я там даже пытаюсь показать того же самого Петрушку, замечательного Красного, в ракурсе, чтобы вы почувствовали динамизм формы и остроту работы скульптора. Шалимов режет, Хвостенко расписывает, стеклянные глаза лампочки горят, сам Петрушка ревет истошным голосом, а вот по краю подола там соответствующие. формы. Еще один замечательный региональный центр авангарда это Екатеринбургский ГСХМ, Екатеринбургский Футемас к 21-му году. И вот здесь среди художников я бы хотел обратить ваше внимание на первое в ряду лицо. это один из главных таких вот ударных кулаков реформы, такой ударный кулак реформы. Это Ефим Равдель, еще один фанатик, который сначала организует ГСХМ в Пензе, выдвигается на этом, предлагает на конференции учащихся и учащих план реформирования мастерских в новую систему, становится первым ректором Футемаса, а в тот период, о котором мы говорим, это особо уполномоченный мастерскими по Волжье и Урала, особо полномоченный. То есть он ведает всеми мастерскими по Волжье и Урала и курсирует от одного центра к другому. Это вот такая фигура, которая заметна везде. Вторая дама, которая рядом с ним, это еще одна амазонка авангарда, про которую очень мало знают и о которой очень трудно составить представление, потому что все свои работы ранее она тоже уничтожила. Это Анна Боева, но это организатор мастерских и в Воронеже, и в Перми, и в Екатеринбурге, и в Пензе. Рядом ее муж, вообще нарицательная фигура, а это именно о нем, о Петре Сколове оставлены многочисленные мемуары. Да, кстати, я о Равдале тоже, как о людях, которые рушат мастерские, восстанавливают там свои порядки нелепые и так далее. Сергей Сенькин рядом, это человек, который учился у Малевича, был редактором журнала Подмастерьев, в это время он уже в Екатеринбурге, вообще все Подмастерья Малевича стали миссионерами, все, все. и это люди, это человек из пензенского актива Равдаля Константин Мацкевич, рядом совсем молодой Александр Лабас, ну и чтобы вот долго вас не задерживать, я вам, наверное, покажу сейчас, я вот так покажу, я показываю вам замечательную фотографию, в которой понятно, как устроена система, и так, в центре Равдаль, рядом с ним вот нога на ногу, это от Екатеринбурга, еще раз повторяю, Соколов, Мацкевич, на первом плане Сенькин, в кепке рядом с Мацкевичем хмурый такой, это Александр Лабас, молодой, во втором ряду Михаил Плаксин, Цицковский вот здесь вот тоже не последняя фигура, один из главных декораторов первых праздников в Москве Николай Лаков, кто это, кто это такие, это представители наркомпроса, деятели мастерских и агитпроп армейский. Вот вам составляющие регионального центра авангарда. И вот когда мы говорим об именах Лабаса, Сенькина, Лакова, Плаксина, это те имена, которые на памяти не приходят вам в голову списки крупнейших выставочных объединений московских 20-х годов. Когда я читал списки выступающих на московской конференции учащихся и учащих художников, то Александр Николаевич Лаврентьев сказал, что говорят, ты перечисляешь первых профессоров футемаса. Но они на конференции представлены как художники от регионов. Давайте я и вам прочту. Это не совсем тот список, о котором я сейчас говорю, но вы все-таки почувствуете. Пытаюсь. Вот в прениях заметны. Малевич, Лисицкий, Коган и Гаврис, это Витебск, Соколов, Мацкевич, Сенькин, это Екатеринбург, Лавинский, Прокофьев, Овчинников, Юстицкий, это Саратов, Гласов, это Рязань. Еще раз повторяю, это на самом деле знаменитые имена, но в данном случае это провинция. Каратыгин, Иваново-Вознесенск, Капралов, Воронеж, Раф-Дейли, Штурман, это Пенза, Гаврилов, Федор, это Казань здесь, Левицкий, это Уфа и так далее. А это на самом деле можно долго продолжать, но пафос, мне кажется, понятен. Можно читать, конечно, и список самих центров, но я не буду отвлекать вашего внимания, я покажу еще одну фотографию и затем это та же группа людей, которые организовывают ГСХМ, точнее, это уже институт, эти фотографии весны 2019 года, скоро эта вся толпа поедет в Москву на конференцию. И я возвращаюсь вот к этой теме. Мне все-таки хочется пару слов сказать, это не тема сегодняшнего мероприятия, но я все-таки покажу вам схему того, как, на мой взгляд, была устроена система циркулирования произведений авангарда в провинцию из пространств подведомственных отдела из-за наркомпроса в провинцию. Вот на самом деле, когда вещи уходят из музейного бюро в провинцию, то они как бы исчезают в никуда. Ну вот, мы сейчас можем говорить про адрес. Вот люди, которые были показаны на фотографиях, это и есть люди, которые отбирают эти работы, встречают эти работы на местах, устраивают выставки, которые соответствуют программе Минджика, и затем формируют из этих работ методические музеи при своих государственных свободных лодочных мастерских. Они находятся именно там и только потом каким-то задним числом переходит к каким-то музеям, ну, когда, собственно говоря, исчезает сам институт в 22-м году. До 22-го года это общее правило. Библиотека, музей, мастерская, лаборатория, которая является итоговым этапом работы авангардиста. Выпусков нет нигде. В Витебске есть один выпуск, но это исключительно они это сделали специально. Вот такая вот система, а вот совершенно потрясший меня, я о нем не знал, снимок, который, конечно, без сомнений демонстрирует нам пространство музейного бюро, но это именно те работы, которые отобраны Ефимом Равдолем, я наставил на этом, это список Равдоля, и эти работы буквально сразу в очень скором времени отправляются в Пензу, и затем они уже сами распоряжаются, куда отправить эти вещи. То есть он в Пензу их отправляет, потому что это его стол в Пензе, он князь, это его центр, это его штаб, а затем в Екатеринбурге, в Екатеринбурге Соколов делает выставку, и об этой выставке очень много можно говорить. Это люди, которые движутся вслед за Равдолем в Екатеринбург, это Мацкевич, вещь пензенская, это Лаков, это росписи вагонов, он представитель Агитпропа, это Сенькин, это представитель наркомпроса, он едет вместе с Равдолем, и эти вещи вместе с вещами списка Равдоля демонстрируются уже на региональной выставке в Екатеринбурге. Это вещь молодого Лабаса тоже с этой выставки, вещь рядом, то есть я говорю про дальние вещи от меня, но это ранний Лабас, это Плаксин, фотографии 20-го года, это Екатеринбургский Плаксин и Лабас, их дружба началась там, вещи, конечно, более поздние, ранних вещей, Плаксина я не знаю, это Петр Соколов, и это динамический натюрморт, и это постановка, учебная постановка свободных мастерских, то есть это предметы, которые подвешены и раскачиваются, описание такого рода натюрмортов присутствует, ну и вот я здесь привожу цитаты из выступления Соколова, чтобы работа мастерских была продуктивной, их организация должна быть поставлена наиболее цельсообразно, начало такой организационной работы положила выставка, которая функционировала в помещении мастерских, описание этой выставки, мы знаем, это критическая статья, ругательная статья в Екатеринбургской газете, но она недвусмысленно говорит про то, что это системная выставка, созданная художниками по программе МЖК. Это вещи Соколова, которые он делает в период своего профессорства, сначала инструкторства, потом профессорства в Екатеринбурге и Пензе. Видно, что эти вещи с одной стороны носят авангардистскую направленность, с другой стороны они сугубо сориентированы научащихся и только в этом контексте и могут быть поняты. Это такой адаптирующий объясняющий вариант искусства авангарда. И последний, наверное, центр, о котором я буду говорить, простите, последний центр, о котором я сегодня буду говорить, это замечательный центр, тоже представленный в пространстве московского МЖК и теперешней Третьяковской галереи, это Бузулук и Самара. И здесь надо много говорить и про выставочную деятельность. Выставочной деятельностью в Самаре занимался Николай Попов. Николай Попов тоже человек из актива Равдоля. Он переезжает на свою родину, из Пензы уже переезжает на свою родину в Самару. Едет в Москву, отбирает там работы, организует соответствующий музей уже в Самаре. Это его вещи 19-20-го годов из Самарского собрания. Это еще один миссионер Колобов. Скорее всего, он учится в подмастерии в первых ГСХМ у Григорьева. Из этой мастерской вышло очень много будущих членов обмаху. И в Самаре он неудачливый организатор ГСХМ. Он один из миссионеров, у которым не получилось, им не у всех получалось. Это замечательная агитационная вещь Степанова, эскиз оформления гид-фонаря. Она на самом деле совсем маленькая, но вот такое элементальное звучание. Эти вещи явно есть. И вот развитие самого Адливанкина. Адливанкин главный человек в самарских мастерских. Он выдвинулся в Бузулуке. В Бузулуке он организовал удачные мастерские. Его опыт понравился в Наркомпросе. Его кинули в Самару. И в Самаре он занимается вот такими вещами. Вы скажете, это же работа из старых ГСХМ. Я так и скажу, да. Но дело в том, что на обороте этих вещей, сколько я знаю, штампы Самарского Губано. А вещи из Ярославского музея откровенно Самарская. И это мне кажется работа, которую вполне можно действительно соотнести с Левкасами. Это Левкасная доска. С Левкасами Татлина, которые на высотке тоже присутствуют. А это то, как развивается художник. И это центральная вещь прямо называется автопортрет уполномоченной Самарского Хутемаса. Хутемаса на самом деле никакого, конечно, в Самаре не было, потому что они свернулись очень быстро. Я думаю, эта вещь исполнена немногим после того, как из-за голода они оттуда уехали. но тенденция очевидна, вот она вся перед вами. И это, на мой взгляд, неизменно принципам, а это тот самый авангардистский эксперимент, который предполагает постоянное движение. То есть от кубизма к представлению о конструктивизме, от конструктивизма к такой левоизобразительной практике. Они называли это левоизобразительным искусством, и это буквально через год их привело в группу нож. То есть весь коллектив Самарского, Самарский ГСХМ, Риажский, Адлеванкин, вот стал основой ножа, нож, новое общество живописцев, еще одна яркая группа, московская, середины 20-х годов. Лобас Ост, Кудряшов Ост, Плаксин, практиционист. А вот это эволюция Ряжского. Вещь вы можете видеть в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Георгий Ряжский, фанатично преданный левой идее в 19-19-20 годах, ученик Малевича. Он у него совсем недолго, потому что он уходит в армию. Служит он в Самаре. В Самаре он фанатично отстаивает левое искусство, затем он в ноже. Нож это работа, портрет пред образ кома с женой народное образование. А потом это тот самый Ряжский, у которого делегатка и так далее, который один из апостолов соцреализма. И в это время, уже к 1926-1927 году, он также фанатично гонит последних советских беспредметников. Кудряшова выгоняет, например, своего соученика по мастерской Малевича. Они это так понимали, как развитие. И от беспредметного искусства они отказались все уже, в общем-то, к 1923 году. И то, что мы видим потом, это уже опыты учебного плана. Это образцы учебных работ студентов Футемаса. Я говорю про беспредметную живопись более позднего времени, она представлена в МЖК. Здесь. Вот так выглядел еще один путь, по мнению Сенькина, одного из главных адептов супрематизма, а потом конструктивизма. Вот так выглядела магистраль по Сенькину. Еще раз повторяю, что это тот самый художник, который редактирует рукописный журнал оренбургских, ой, господи, простите, московских учеников Малевича, подмастерьев Малевича. Вот это он вернулся из Екатеринбурга. После конференции стал курировать молодежь во Футемасе. Это называлось «Захватить исполком». того, что потом стало Футемасом, а в это время называлось Московскими Государственными Высшими Художественными Мастерскими. Вот. И это его журнал, который он издал в Наркомпросе от имени Унависа. Но в этом журнале помимо самого Сенькина участвуют члены обмаху Медунецкий, Прусаков и Наумов. И для Сенькина это вот такой союз передовой московской молодежи, который должен быть началом всероссийского Унависа. Вот та самая мечта Малевича, вот здесь ее Сенькин реализует. И в этом самом журнале он говорит и о супрематистах Оренбурга, и даже о супрематистах Витебска, само собой, о супрематистах Владимира, потому что там еще один выходит из мастерской Малевича. И это прямой Малевич дает статью в этот журнал. Журнал выходит тиражом. Весь этот тираж Штеренберг сжигает. И от всего тиража остается один экземпляр случайно сохранившийся в Америке, где он тоже по случаю найден. Это удивительный пример того, как в сентябре 2020 года читай всего через год после работы в мастерской Малевича. То есть вторые ГСХМ издают свой журнал рукописный. Эта тема развивается. Вы видите здесь статью Сенькина, а рядом вы видите конструктивное стихотворение Медунецкого. который вообще-то на мой взгляд можно рассматривать как такую своеобразную конструкцию. один из главных начал конструктивизма. Две выставки, когда не случилось с Союзом, художники провели раздельные выставки. Они провели их практически одновременно. Унавис Витебский, Оренбургский, Московский провели свою выставку в клубе имени Сезанна, им заведует Сенькин. Я думаю, это там же, примерно в тех же пространствах, где потом, чуть позже существовал Музей живописной культуры. А вторая выставка вот. Это выставка обмаху, которая здесь великолепно представлена в экспозиции, реконструкция этой выставки. Это такой первый был сигнал русского конструктивизма. Вот в этом журнале лидеры двух групп объединены. Правда, есть одна деталь. Все знают группу обмаху по конструктивистским вещам. Здесь представлен только один зал с вещами Родченко. Другие залы просто нестаграфированы. А в других залах, по моим представлениям, представлены вот эти вещи, которые на выставке МЖК есть. Это вот представление Николая Прусакова, одного из авторов журнала, Вестника, о том, как должно выглядеть искусство. А вот и своего рода итог деятельности всей системы, потому что это фотографии замечательного коллектива, еще одного, тут мы вскользь говорим о коллективах. Это замечательная мастерская без руководителя, то есть это подмастерия, они учатся, но руководителя у них нет, они сами с усами, они сами выдвигают концепции, и это здесь представлено во втором ряду, как раз на фоне картин, которые в каталог МЖК вошли, Прусаков, Александр Наумов и Медунецкий, чтобы понятно было, что это не только фигуративная живопись, но и вот такой конструктивизм, это исполненная просто такого Марка обмаху, она существовала долгое время и сохранилась для нас в варианте позднего плаката для кино. Вот мне кажется пафос самой и масштаб на самом деле невероятный и в общем-то ни с чем не сравнимый. Европа не знала такого масштабного эксперимента футуристической революции в России, эксперимента, который затрагивал и центр, и регионы, немыслимый ни по массовости, ни по глубине, если угодно концептуальный, я бы хотел здесь представить. И вот может быть последняя вещь, последний сюжет сегодняшней лекции, я надеюсь, что вам было интересно, это работы наркомпросовцев, которые были представлены, то есть руководители наркомпроса, то есть реформы, которые были представлены на последней так называемой государственной выставке 21-й в 23-м году. И вы видите, что здесь нет работы Штеренберга и нет работы Иванова, которые были на этой выставке, но это работы художников их круга. Это люди, которые работают в системе наркомпроса, в системе искольного отдела конкретно. И это они тоже себя ощущают и ведут как такая самостоятельная группа. Никто, кроме них, на этой государственной выставке представлен не был. Вот это такое движение, развивающее идею натюрморта. Я не знаю, запомнили ли вы произведение Александра Иванова, но меня все время не оставляет чувства, что и пейзажу, который представлен на выставке МЖК, и натюрмортом, которые представлены в каталоге, которые я вам демонстрировал, постоянно можно найти аналогию в итальянском искусстве, например, в искусстве в Европе шире. То есть, это люди, которые очень остро ощущали вот этот общеевропейский контекст и несомненно адресовались к ней, к этому контексту, к общей европейской ситуации. Вот так выглядит картина, на мой взгляд. По крайней мере, я бы хотел, чтобы тема футуристической революции, масштабного эксперимента, вот она осталась у вас, когда вы будете ходить по вот этой вот замечательной выставке и воспринимать через призму вот этих вот моих рассуждений концепцию Московского музея живописной культуры. Какое потрясающее слово, какая замечательная идея, еще одна, доказывающая, как они много думали о своем искусстве и как они все-таки умно действовали. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok